Когда я вижу, как пишите кейсо, у меня такое ощущение, что буква ка-е-с-о. По филиппинскому сапатос, а по испански, наверное, запатос. Пусар. Басура. Кларо, басура, иваль. Басура, ура! Наверное, для России это как будто когда прочитаю белорусский язык, что тоже такое ощущение, что как будто дети пишут это. Привет, друзья! Добро пожаловать в испанельку Кики. А сегодня у меня просто почетный гость, девушка из Филиппины, Мэри Джейн. Привет, друзья! Меня зовут Мэри Джейн, я из Филиппин. Мы оба живем в России, и сегодня просто уникальная возможность. Не знаю, если бы вы слышали, что Филиппина была колонией Испании, и нас объединяет очень много. В этом видео от два носителя вы услышите, насколько похож испанский язык и филиппинский язык. Ты готова? Я готова! В-первых, я хочу тебя спросить, в Филиппине и испанский есть филиппинский язык, или... или как правильно произносить, прости? Вот очень смешно. Не талагог, а тагалог. Давай повтори. Тагалог. А тагалог и филиппинский язык одно и то же, или отличается? Филиппинский язык и таганский это разный язык вообще. На самом деле, я признаюсь, что я именно так думал, что это просто один язык, но просто как международный. Ты знаешь, я даже слышал, типа, мексиканский язык. То есть не существует мексиканский язык, это просто испанский. Поэтому я думал, что примерно это филиппинский, это тоже такой, как в широком названии. Правильно, мексиканский язык и испанский, это просто испанский, просто другой акцент. Правда? Да. Ну, в принципе, да. Короче, у нас получается, что пока Филиппина была колония Испании, очень много, что до сих пор осталось из испанцев. У нас, конечно, есть люди, которые очень сильно интересуют, любят испанский язык, и они будут удивлены, что они могут поехать в Филиппины и все-таки говорить несколько слов, которые все филиппинцы понимают прекрасно на испанском языке, который осталось в вашем языке. Хорошо. А еще, ты знаешь, меня очень сильно удивило, потому что у меня был друг из Филиппины, а фамилия, которая у филиппинцев есть, практически как в Испании. У тебя какая фамилия? Ну, у меня тоже как испанский, моя фамилия Круз. Круз, это очень испанский. Круз, да, это очень испанский. Это тоже мой папа, фамилия Дегузман. Дегузман, супер испанская фамилия. Это очень, да, это очень интересно, как осталось такие фамилии. У тебя фамилия как, правильно? Да, у меня Эрнандес. Я Эрнандес тоже супер. Эрнандес, вот, у нас есть тоже Эрнандес. Ну, по-филипински мы не говорим Эрнандес, мы говорим Хернандес. Ты знаешь, я прочитал немного, я, к сожалению, не был на Филиппинах, и там видят, что в Маниле есть такой колониальный стиль, что какие места, которые очень похожи, как будто ты в Европе, в Испании. Да, наверное, это Интрамурос. Я была вот там очень долго уже, я не помню уже. А, не подскажешь, есть какая-то блюдо или традиция, которые испанские, а до сих пор вы отмечаете в Филиппинах? Да ладно, очень много. Например? Семана Санта. Да, 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 да. Страстная неделя, да, да. Хуэбе Санто, Бьерне Санто, Сабадо де Глория. Одинаково, да, 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 да. Это страстная неделя, Пасха. То есть нужно отметить, что Филиппины католики, да? Тоже. Ну, да, да. Ты знаешь, я на самом деле очень много слов нашел, что они похожи. Но давай начинаем с самой простой. Дни недели. Недели? Недели? Ой, лунез, мартез, меркулез, хуэбез, пернез, сабадо, линго. Просто линго. Испанский, наверное, это доминго. Доминго, да, да, да. То есть не недели одинаково, кроме воскресенья. Да, правильно. Ничего себе. Хорошо, тогда смотри, я попробую. Месяцы тоже. Подожди, подожди. Я хочу говорить. Мой русский немножко плохо. Плохой? Плохо. Шахматы. Ты знаешь? Шахматы? Шахматы. Шахматы. Блин, я не знаю. Шахматы. 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 Аааа. Я не знаю это в Тагалове. О, боже, в Филипинском. Я не знаю это. Потому что... Смотри. Я хочу говорить. Филипински? Нет, мы есть Филипинский, Тагалский. Но мы всегда говорим... Смешем? Смешем? Микс. Вместе. Тагалский. Ахедрес? Нет, вообще, я не знаю вот это слово. Сейчас я тебе буду научить Тагалок. Так что не проживай. Синий. Синий? Ммм... Асуль? Yes! Асуль! Но, ты знаешь, у меня ощущение, когда посмотрели эти слова, просто пишут по-другому. Пишут на эс. И это... Ты знаешь, мне напоминает, как будто дети начинают писать и не знаю правила орфографии. Мне кажется, такие, да? Наверное, для России это как будто, когда прочитают белорусский язык. Что тоже такое ощущение, что как будто дети пишут это. Стакан. Стакан. Басо. Yes! Басо. Да-да-да. Басо. Ну... Басо. 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 Да, но ты знаешь, тоже опять же, не понимаю, почему вы пишете через Б, а мы через В. Басо. Ну... Я думаю, вот по-испански, когда вы используете В, вот, например, Васо, а по-филиппински Б, Басо. А когда вы используете С, С, букву З, З. Например, Сапатос. По-филиппински Сапатос. А по-испански, наверное, Запатос. Мусор. 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 Басо. 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 Ура! Это значит, что вы можете поехать в Филиппинск и сказать, где мусор. Одинаковые, правильно? Да, что? Следующее, очень интересно. Ветма. 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 Как гласка? По-филиппински. Мангкокулам. Я читал другое слово. Да? Бруха. Ой, блин, да ладно. Смотри. Ну, бруха мы говорим, когда... Ну, просто так. Ой, ты бруха. Брухаха. Просто смешно. Просто шутка. Просто шутка, да. Это не означает, что ты ведьма. Ты знаешь, на испанском ты тоже можешь, типа, бьеха бруха. Это как старая ведьма. Это при этом женщина просто, да. Конечно, это не очень дружелюбно, но можно. Я немножко запуталась, потому что я знаю филиппинский язык и тагальский язык. Но иногда я не знаю, если я говорю филиппинский или тагальский. Ты знаешь, у меня такое ощущение, что люди из Филиппинах смешали ведь четыре языка. Тагальский, филиппинский, английский и испанский. То есть, мне кажется, у вас в голове четыре языка кружатся. Да. Да. Ну, смотри, много людей, много людей, они думали, мы говорим испанский. Ну, конечно, это очень круто, но это нереально. Это просто наш дедушка и много лет назад. И просто, как, просто богатые люди знают. Меч. Сорд. Сорд. По-филипински. Эс. Эспада. 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 Да. Мой ен. Эспада. Расходы. Гастус. 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 Да, да. Ура! Очень круто. Круто, круто. Красивый. Мы всегда говорим Маганда. Но может быть есть другое слово по-филипински? Подожди, я думаю. Например, ты видишь красивый мальчик? Нет, ты видишь красивый мальчик? Гуапо. 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 Перфекто. Ну, интересно, как вы пишете гуапо. Сыр. Сыр. Кесо. О, ес. Ну, нет. Ну, ты помнишь, как я тебе говорил, когда я вижу, как пишете Кесо? У меня такое ощущение, что... А-а-а. Вуква К-Е-С-О. А-а-а. Вуква К-Е-С-О. А-а-а. Типа, а-а-а. Да. По-филипински просто К-Е-И. К-Е. Но по правилам испанского языка это просто невозможно, поэтому я опять же говорю, что это ощущение, как будто дети пишут. Пещера. Куэба. Куэба. Да. Но, опять же, как пишете, это да, Куэба, вы употребляете буквы К, В и еще Б. То есть все, как слышно, вот, давай так запишем. Еще как упрощенная версия испанского. Здесь очень интересно, что очень много предметов, мне кажется, именно как раз во время колонизации Испании, да, остались до сих пор в Филиппине, как лапис, такие предметы, как папель или либро. Но мы говорим либро. Либро. А, либро. Сумасшедшие. Я всегда говорю «балио», но, наверное, есть другое слово. Подожди. «Балио» или «локо-локо» или «локо-локо». Мы говорим два раза «локо-локо» или «локо-локо», когда девушка «локо-локо». Да, ты знаешь, мне кажется, вы пишете, как сейчас в современном испанском языке, то есть новое поколение молодежи, они очень много употребляют буквы «к», конечно, это неофициально, если честно, мне кажется, это некрасиво, но именно так пишут «локо», то есть это как современный испанский. А следующее «место». Место. Лугар. Лугар. Мой вещь. Роскошь. Лукшери. 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 О май гаш. Блин, я не знаю, как по-филипински. Лухо. Лухо. Да, 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 это правильно. Да ладно, ты молодец. Мы решаем после этого. Ты знаешь по-филипински язык лучше, чем я. Лучше, чем я. Ребята, после этого видео я могу вам научить тагалский и филиппинский язык, поэтому запишите в режим. Тебя приглашаю, пожалуйста. Фильм. Фильм. Пеликуля. Пеликуля. Да, после вот этого видео у меня есть фильм. Пеликуля, но с буквой К, опять же, да? Вы очень любите буква К, а мы на испанском ненавидим буква К. Да? Мы практически не употребляем. Когда просишь разрешение, например, ты в школу и хочешь в туалет. Можно? Можно? Пуэде. 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 У нас... Ну, Пуэде так как вы можете, да? Но Пуэде так... Я про себя говорил Пуэду. Пуэду. Пуэду ir al baño. Как типа, можно ли пойти в туалет? Пуэде. Очень интересно, да. И также такой W в середине слова. Не понимаю почему. Чашка. Для кофе. Для тика. Паса. 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 Пуэ. Савастопка. Уэльга. 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 Мыло. Мыло? Сабонь. Хавон. 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 Стуль. Стуль. Мы говорим Упуань, но, конечно, есть другой. Силья. 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 Ой, по филипинскому это просто Силья. Ремень. Ремень. Белд. Синтурон. 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 Мне кажется, у нас гораздо больше уже стало совпадение. Вилка. Вилка. Тенедор. Тенедор. Мы говорим Тенедор, а не Тенедор. Тенедор. Ложка. Кучара. Это значит, что я могу спокойно пойти в ресторан и сказать теледорф, кучара, таса, басо. Чтобы было более понятно, что у нас такая смещенная культура, как вы и заметили, у нас на испанском языке и на филиппинском, на тагаловский язык есть очень интересное совпадение, очень интересно, как они пишут, потому что иногда есть слова, которые очень похожи, но они пишут совсем по-другому. И надеюсь, что вам понравилось это видео. У Мэри Жейн есть очень интересный канал, где она рассказывает, как филиппинка живет в России. Ну да, у меня есть ютуб-канал, называют Мэри Жейн Филиппинка, но там немного смешно, немного я покажу, как я говорю по-русски. И, конечно, на мой канал, мои видео, там я говорю лучше, потому что я много практиковала, но сейчас вы видите, как я говорю по-русски, как реальная жизнь, да? Но, да, пожалуйста, иди в мой канал и подписывайтесь. Я буду очень рада. Субтитры сделал DimaTorzok